Ребят, всем привет! Всем добрый вечер! Это мой первый экспресс-обзор на канале Амаркетс. Я подготовил для вас материал. Как вы видите, у нас индекс доллара, S&P 500 и еще 5 акций. Я не знаю, как некоторые из них называются. Меня это, в принципе, не совсем интересует, так как я использую в 98% случаев это классический теханализ. Я сделаю этот ролик крайне... Буду стараться его сделать крайне коротким, без воды и полезным для вас. Окей, давайте начнем с более крупных, да, ребят? Индекс доллара. Я уже много раз говорил в телеграм-канале. Я этот инструмент рассматривал еще зимы. Кто не состоит в телеграм-канале, ссылка в описании. Смотрите, у нас здесь голова и плечи, да, такая видная, так сказать. И, соответственно, вот такая формация, нисходящий треугольник. Был пробой, был закреп, соответственно, ретест. И сейчас, как мы видим, да, все-таки цена возвращается. То есть у меня открыт один шорт. И чего я жду? Если же все-таки это был ложный пробой на месячном таймфрейме, съем ликвидности, да, сняли ликвидность, так как, ну, многие видели вот этот паттерн. И, возможно, да, мы полетим наверх. Если это произойдет, я буду ждать только пробой верхней границы, закрепления цены. И тогда я откроюсь в ломк. В данный момент, пока эта неделя не закрылась, для меня приоритет шорт. Так, S&P 500. S&P 500, ребят, данный инструмент также я веду с конца января. И, соответственно, о том, о чем я говорил уже полгода, что вот у нас основной уровень, грубо говоря, такой магнит. Здесь у нас слияние уровня естественного и уровня, носят 186 по Fibonacci. Был ложный пробой. Прошлая неделя закрылась. Мне это не очень понравилось, потому что, возможно, да, сейчас было бы какое-то падение, закрепление. Но еще это... Еще не вечер. У нас еще три дня торгов, помимо этого. И если же сформируется какой-то свечной паттерн, я буду уверенно открывать шорт по S&P 500. Сейчас, как мы видим, все-таки быки атакуют, да, быки подняли цену. И они пытаются закрепиться выше вот этой зоны слияния вот этих двух уровней. Если им это удастся, это будет хорошим знаком, это будет хорошим знаком, что цена пойдет к следующему уровню сопротивления. Смотрите, у нас здесь уровень по телам, а здесь уровень по телам, а здесь уровень по теням. То есть, тут дело в том, что на них нужно обеих ориентироваться. То есть, грубо говоря, у нас вот такая большая, еще можно сказать, огроменная зона. Потому что одни трейдеры торгуют по теням, вторые по телам. Это нужно учитывать, смотреть, какая реакция, какие свечи, какие формации рисуются свечные и уже от этого отталкиваться. Пока что, да, по классике, если цена закрепится выше этого уровня, значит, есть предположение, что у покупателя есть сила для дальнейшего роста. Конечно же, может быть бычья западня. Если будет бычья западня, те, кто здесь зайдут в лонг, вас вынесет по стопу, цена упадет, и можно просто более уверенно открыться в шорт. Это нормально. Самое главное соблюдать риск менеджмент, money менеджмент и ставить стопы. Дальше. Так, Банков Америка. Тут, я так понимаю, с долларом, да, связано. Мы видим у нас нисходящий огромный клин, после чего внутри клина сформировался симметричный треугольник, был пробой. Я, конечно, возможно пропустил, но я вот не помню, я еще здесь не смотрел данный инструмент. Здесь на дневке можно было попробовать зайти небольшим объемом. Я еще не... А, нет. Да, я еще не смотрел этот инструмент. В принципе, вот здесь, вот в этой области можно было зайти небольшим объемом, потому что у нас довольно-таки интересный, да, очень валидный. Это самое главное, потому что фигуры должны быть валидные, то есть они должны быть такие, как они должны быть, а не такие, как бы там. Многие их рисуют в интернете. То есть у нас, вы видите, какое сжатие цены. То есть идет четкое сжатие цены, после чего вынос, покупатель проявляет силу. Ретест здесь можно было... Ну, даже не на ретесте, я бы уже заходил после пробоя на небольшой процент от депозита от стандартного, да, там наполовину. После чего был пробой, закреп недели, можно было зайти еще, так сказать, домазаться. Что сейчас? Сейчас у нас есть пробой, закреп, и вот здесь, вот здесь можно попробовать зайти. То есть, или же дождаться, когда неделя закроется, выше 0.236 по Фибоначчи. Но пока что все очень уверенно. У нас пробой клина, закреп, у нас пробой вот этого симметричного треугольника, да, на дневке, и также закреп. Так что, в принципе, я думаю, что я бы эту позицию держал бы дальше. И если бы я здесь заходил, я, в принципе, здесь и зашел, я зашел на небольшой риск от депозита. Почему? Потому что может быть ретест. Если будет ретест, я увижу какую-то реакцию от этой верхней границы, я, соответственно, открою еще один лонг на следующую, так сказать, половину моего стандартного риска. Дальше. Так, вот здесь ситуация тоже очень интересная, и я советую к ней присмотреться. У нас очень сильный, да, так сказать, даже давайте на месяц, на месяц она более так выглядели, да, у нас, вы видите, какой сильный восходящий тренд с девятого года, и сейчас у нас сформировался такой восходящий канал. Структура мне не очень нравится, я люблю каналы вот такого плана, как я вам сейчас позже покажу, на акции МММ. Здесь у нас очень, вы видите, очень он, так сказать, не структурный, но все же на большом таймфрейме это можно упустить. И здесь у нас сейчас формировался нисходящий клин. То есть у нас формировался нисходящий клин, это бычий патрон, и мы идем по тренду. То есть, соответственно, был пробой, опять мы уперлись в уровень Fibonacci, 0,380, 0,5, извините. И отсюда сейчас опять какой-то тормоз. Что бы я делал? Я бы здесь ждал уже ретеста. То есть, почему? Потому что мне негде здесь, если отсюда заходить, огроменный стоп. То есть, я бы здесь ждал ретеста, был бы ретест, и тут я вижу, да, 0,382 по Fibonacci, если вот этот уровень и нисходящая, верхняя граница нисходящего клин на выступит как поддержка, я бы отсюда открыл лонг. В принципе, ситуация мне очень нравится, потому что в данной ситуации мы пойдем по глобальному тренду. Так. Вот еще ситуация интересная. У нас сформирован уже симметричный треугольник и от сжатия цены, да, 1, 2, 3, 4. Касание. Сейчас цена, вот самый основной момент, даже не вот это вот все, а вот это. То есть, цена пришла к зоне слияния уровня, естественного уровня, 0,786 по Fibonacci и нисходящей трендовой верхней границы симметричного треугольника. То есть, если же здесь, если здесь все-таки будет пробой и закрепление, у нас будет 3 аргумента, почему мы можем открыть лонг. Чем больше аргументов, тем лучше. То есть, если, например, там просто пробой трендовой, ну, это так себе. Если мы видим у нас пробой вот этой сильной зоны, да, два уровня, и, соответственно, у нас пробой еще верхней границы. То есть, пробой естественного уровня, уровня Fibonacci, верхней границы, почему нет? Также посмотрите месячный таймфрейм. У нас здесь четко цена упала на 0,236 и вот эта формация называется поглощением. То есть, вот эта свеча месячная поглотила полностью предыдущий месяц. И это очень сильный сигнал на больших таймфреймах. Я думаю, все-таки, если будет здесь закреп, а если еще будет по месяцу закреп, соответственно, здесь нужно будет заходить. Только, конечно же, учитывать риски и ставить стопы обязательно. Дальше. Microsoft, ребят, я говорил про него на своей трансляции первой на YouTube, на маркете, на канале, можете посмотреть. Что здесь? Здесь все тоже очень сильно максимально. Давайте, я на месяц перейду, так, чтобы мы видели. То есть, у нас восходящий тренд сейчас, у нас округлое дно. Паттерн, это паттерн как и продолжение, так и разворота. Если сформируется чашка с ручкой, да, еще вот такая вот ручка, это очень смешные, да, так названия, но это один из лучших паттернов, которые очень хорошо отрабатывают. И этот паттерн, мы видим, он как раз, он является паттерном продолжения. Хотя, опять же, он отлично работает как паттерн разворота. То есть, если здесь будет закреп, извините, если здесь еще будет ручка или ее не будет, не имеет значения, если будет просто пробой вот этой зоны, то есть, шеи, фигуры и вот этой уровня единички по фибоначи на недельки, то есть, можно будет рискнуть. Здесь уже была попытка, вы видите, да, здесь была попытка, но на огромном объеме полностью все распродали. Забор ликвидности сомневаюсь, потому что я не вижу пока дальнейших движений, но, в принципе, здесь очень большой таймфрейм, все возможно. Пробой, закреп, можно будет рискнуть. Будет быщая западня, вас вынесет по стопу, вы должны соблюдать риск менеджмент и для вас это ничего страшного не должно быть. Так, и последний, ребят, у нас инструмент, это MMM. Я не знаю, что это за компания, да, что они делают, но очень интересно. Я про этот инструмент рассказывал в своей первой трансляции. Вот, смотрите, помните, я вам говорил, что вот канал мне не очень нравится. Я вот не помню на какое-то... Да, вот этот канал мне не очень нравится, он, ну, я люблю структурные каналы, которые более правильные, да, это вот когда мы движемся, есть вот такие отбои и нет много пустых мер. Здесь мне этот канал не очень нравится. И здесь, ребят, здесь канал отличный. Я торговал иену-доллар и евро-доллар, и там был идентичный канал, и на всех них я заработал. То есть на этих двух каналах, да, после пробоя я еще смотрел свечные паттерны, мы неплохо заработали. То есть здесь у нас нисходящий тренд в нисходящем канале, после чего у нас сформировалась паттерн перевернутая голова и плечи. Дальше у нас еще одно подтверждение, паттерн поглощения на недельке. Видите, то есть это свеча полностью поглотила предыдущую и пошел мощный рост. То есть здесь я уже зашел, здесь я уже заходил. Сейчас как бы радоваться пока рано, потому что все может произойти, какой-то коллапс, развернулись, упали, вынесло по стопу. Но пока что я настроен оптимистично. Те, кто прислушались к этой идее, к этой рекомендации на трансляции, в принципе, вы сейчас должны быть уже в маленьком плюсе. И мне очень интересно будет наблюдать за данным активом, так как вот опять же у нас здесь есть зона слияния двух уровней, и соответственно я буду ждать полета относительно условно цены к данному уровню. Здесь будет очень хороший профиль, будет он, не будет, как Бог Таск, как говорится. Стоп у меня стоит из менеджмента щита. Ребят, я благодарю вас, что вы посмотрели мой обзор, он первый на данном канале. Мои соцсети, самое главное, мой телеграм-канал в описании, присоединяйтесь, там будет больше информации, она раньше выходит, и в принципе все, буду благодарен за лайки, за комментарии положительные, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok